Всем привет! Недавно ко мне на обзор попали новые картриджи. Называются они Lens от фирмы P-Pax. Ребята попросили сделать очень хороший подробный обзор на них. Я обычно так и делаю. То есть я их разберу, покажу что там внутри, я поработаю ими и дам какой-то свой вердикт. Заведомо скажу, что я слышал об этой фирме, о картриджах P-Pax и слышал в основном хорошие отзывы. Буду надеяться, что я не разочаруюсь в них и давайте посмотрим, что они себе представляют. Поехали! Итак, картриджи Lens от P-Pax приходят вот в такой упаковке. Она выполнена из плотной бумаги, завернута в одноразовую пленку, в такой себе пластик. На одной из сторон мы можем увидеть, какие картриджи находятся внутри, их диаметр, размер. Также схематически нарисована спайка. Внутри коробки 20 картриджей в одноразовых упаковках плюс стикер. Также они поставляют визитки, где вы можете найти какие-то их контакты, если вам нужно связаться с ними и обсудить, либо спросить какие-то вопросы. Всегда удобно. Хочу отметить, что очень удобно и легко открываются картриджи, потому что на некоторых китайских картриджах это большая проблема. И когда ты в перчатках, это прям целая задача открыть, отковырять бумагу от пластика и достать картридж. Иногда приходится просто продавливать упаковку и доставать таким образом картридж, что не всегда есть удобно. Покажу вам картридж поближе. Как вы видите, он состоит из двух частей. То есть это носик и отдельно более желтый корпус. Давайте немножечко послушаем, как машинка работает с этим картриджем. Это флакс. Все вы его знаете. Возможно, кто-то из вас им уже работает. Заметил, что вылет нельзя настроить меньше, чем 1 мм. Вот я настраиваю и пытаюсь настроить еще меньше, но машинка уже просто разбирается. Да, я уже полностью открутил держак. И покажу сейчас максимальный вылет. Штанга, к которой припаиваются иголки, достаточной длины для того, чтобы не создавать лишнего шума. Это тоже проблема у многих китайских картриджей. У Pia Pax такой проблемы нет. Звук обычный, спокойный, приятный. Нет никаких лишних вибраций, нет никаких лишних шумов. Форма штанги снаружи цилиндрообразная, внутри же кубическая, что не дает спайке люфтить по разным сторонам и заставляет иглу ходить только в вертикальном положении. Давайте посмотрим, что внутри. Пластик приятный на ощупь, качественный. Каких-то особых нюансов или минусов не могу вам озвучить. В руке лежит удобно. Цельная мембрана. Что означает, что краска, даже если перевернуть машинку, не будет затекать через картридж внутрь вашей машинки. И вот сама спайка. Давайте попробуем мембрану на прочность. Бывали картриджи, в которых мембрана рвется во время работы. Разорвать мембрану руками я не смог. На каждой упаковке с картриджем мы видим срок годности и спайку. Пришло время показать картриджи в работе. Сейчас я в реальном времени покажу, как картриджи контурят. Это 7-round liner, 30-й диаметр. Полный процесс создания этой татуировки вы можете посмотреть в предыдущем ролике. И более подробно изучить, как картриджи кладут тени, как картриджи контурят и такое прочее. С созданием контура не возникает никаких проблем. Можно делать однопроходный контур, можно уплотнять его, проходясь несколько раз. Картриджи не люфтят, не создают каких-то странных помех в работе. И работать ими очень комфортно. Давайте попробуем нанести тени 7-round liner. Своей задачей картриджи справляются. Никаких нюансов или минусов я не могу вам озвучить, потому что их здесь просто нет. Своей задачей картриджи. Сейчас давайте посмотрим на другие работы, выполненные этими картриджами, разными спайками. У меня в наборе были 7-round liner, 9-round liner, 9-round shader, 15-round magnum. Для татуировки слева, там где сердце, я использовал для контуров 9-round shader, а также 9-round liner. В работах справа я использовал в основном 7-round liner, но иногда использовал также magnum и round shader. Череп и воин справа сделаны в основном 15-round magnum и 7-round liner. Ну что ж, вот такие вот картриджи были на обзоре. Мне они понравились, как я неоднократно сказал, мне они понравились даже в каких-то мельчайших деталях. Например, банальный отрыв картриджа от основной упаковки, он происходит очень легко. Это мелочь, вы скажете, да, но давайте так. Очень много сейчас китайских фирм на рынке, да, и они между собой конкурируют. В целом они мало чем между собой отличаются, вот. Но есть некоторые мелочи, из-за которых стоит, так сказать, выбрать одну фирму и отказаться от другой. Потому что здесь меня устроило и оформление, и коробка, и качество исполнения самих картриджей, качество иголок. Вот, блин, да тут, в принципе, докопаться не до чего. Цена везде примерно одинаковая, поэтому если бы на данный момент я отдавал предпочтение, если бы мне нужно было отдавать предпочтение какой-то фирме, одной из картриджей, я бы, наверное, из китайских картриджей, я бы дал предпочтение именно этим картриджам, 100%. Вот, поэтому заходите по ссылкам в описании, посмотрите, что они предлагают вам на своих сайтах. Посмотрите, сколько эти картриджи будут идти к вам в города и сделайте какой-то ваш выбор. Всем спасибо за просмотр, я надеюсь, это видео было для вас полезно. Ждайте следующих обзоров и пока-пока.